Во сколько обойдется масштабная реконструкция и когда мечи смогут увидеть ее окончательные результаты, расскажем завтра в программе новости. Не пропустите. Продолжаем. Разногласий между мэрией и водоканалом больше нет. Об этом в горсовете сегодня сообщил заместитель директора департамента имущественных отношений Валерий Помаргайло. Спор власти и компании, который длился больше двух лет, завершился мировым соглашением. Согласно ему, начиная с этого года, водоканал будет перечислять в городской бюджет 200 миллионов в год в качестве арендной платы. Причем сумма платежа будет увеличиваться настолько, насколько в среднем увеличивается плата о мечей за коммунальные услуги. Кроме того, еще на 200 миллионов ежегодно с индексацией компания должна будет реконструировать арендное имущество. Перечень для реконструкции должен согласовать департамент имущественных отношений. Вопрос о расторжении договора, я так понимаю, ставился в связи с несоответствием условий заключенных договоров, решением горсовета, устанавливающим размер арендной платы по договорам аренды имущества в размере двойной амортизации. В настоящее время, с учетом принятого Омским городским советом решения от 16 марта 2016 года номер 435, фактически устранены разногласия по данному вопросу и арендная плата по договорам установлена в соответствии с решением горсовета. Напомню суть конфликта. В 2005 году администрация Омска передала городскую водопроводную сеть в аренду на 25 лет компании «Омскводоканал». Организация обязалась ежегодно вкладывать в ремонт арендованных систем 200 миллионов рублей. В 2013 году депутаты горсовета вдвое увеличили плату и решили, что она должна поступать в бюджет деньгами, а не реконструкцией сетей. Водоканал не согласился увеличивать плату и за два года бюджет Омска недополучил 400 миллионов рублей. Конфликт с компанией власти решали в судах. Мэрия планировала расторгнуть договорные обязательства с ресурсоснабжающей организацией. Но, наконец, компромисс найден. 28 числа на совете директоров Омскводоканала как раз рассматривался вопрос о подписании ДОП-соглашений в реализации решения Омскоградского совета 435. Решение принято положительно. Водоканал со своей стороны подписал Омскводоканал, я говорю, повторюсь, они сейчас на подписании у нас и решение будут подписаны.